Ну, теперь осталось заняться вот этим урожаем, что мы сейчас и сделаем. Вот такой урожайчик, чернотодка остатки, торнослив, ну и черная бузина. Вот такой ажор, смотрите. Красота какая! Необыкновенная. Пока не знаю, что я буду делать. Может быть, как написала одна из зрительниц, сварю варенье. В общем, посмотрю, что я сделаю. Подумаю, сначала надо помыть, перебрать, обсушить. Ну вот, так что работа непочатый край. Торнослив на варенье. А это уже чернотодка. Сейчас немножко просохнет и заморозим. В морозилку отправим. Воробушек, Сережа, где он сидит. Да, и улетел. Остальные, видно, уже на ель все улетели. А этот чего-то клюет. В общем, вот 3 килограмма бузины и черной. Чуть осталось, но это потом добавлю. Наверное, сейчас разомну и добавлю 3 килограмма сахара. Вот такая красота! И вот такие у меня руки. Сереж, насыпь сюда. Давай тихонько. В одно место сыпь не надо. Рассыпать, а то. Спасибо. Все, мы сделаем все в кастрюлю. Тихонько в одно рассекатель. А тут у нас торнослив без косточек. Так, 2 килограмма торнослива, да? Да, ведь 2 ведь было? Да, 2 килограмма торнослива и 2. Килост, стой, сделай. Там уже... А, у нас ноль было, значит. Ну все. Сделали работу над ошибками и доказали, что это случайность. Не может считаться доказательством чего бы то ни было, кроме того, что мы тоже живые люди и мы умеем ошибаться. Институт репутации в связи с этим, как ты считаешь, он у нас все-таки есть? Или... Ну, мы все делаем вид, что он есть. Ой, какая прелесть! Какие котята! Рыженькие! И эти, как долматинцы! Какая прелесть! Отдам добрые руки! Ой! Это мы из пятерки вышли. Баночки ищем. Сварила варенье. Правда, не до конца еще доварила. Но два раза его прокопитила. Вот. Так близко машинка. Вот. Два раза прокопитила. Банок нет. Думали, может, пятерки. Вот что значит расхламляться, выкидываться. Выкидывали. Четыре баночки нашла в сарае. Сейчас Сережа поедет в Купавну искать баночки с крышками. Ну вот, Сережа купил вот такие банки, крышки. Две упаковки купила. Эту я уже принесла, уже помыла, приготовила, растерилизовала. Вот. Частично. Думаю, мне хватит то, что я забрала. Сказала ему купить 10 банок. А он привез 24. Аппетит приходит во время еды. Хочет, чтобы варенья всяких и солений, видимо, чтобы было побольше. Ну, у нас вообще-то еще виноград есть. Наверное, сварю варенье из кабачков. Вот. Ну вот, пока перемешала варенье. И пойдем посмотрим, чего он там стучит, гремит. Что-то делает. Компостную яму. Что делает, я, конечно, знаю. Ой. Так, я все-таки, наверное, это склею. Что-то у меня аж даже ночью приснился кувшин. Мне его так жалко. Он у нас так давно. Попробую склеить, что получится. Вряд ли, конечно. Но попытка не пытка. Правда же? Вот. Ну, так Сережа сейчас посмотрим, чем он там занятый. О, малина, малина. Вот у нас тут работник. Стойлер, работник. Стойлер, работник. Ага. Мастер на все руки. Ну, хорошо. А то так лежали там. Видишь, как намокли. Стойлер, работник часа. Да, дождались. Не зря я их тут собирала. Всякий мусор после стройки. Все сгодится. Посмотрим, куда он пошел и что будет делать. Ой, я бы вскосила. Сережа собрал кучки. Эти кучки надо укладывать. И он начал делать компостную яму. Пилить еще надо. Да я по той доске смирила. Слушай, а что ты будешь носить? Пили здесь. Давай принесем что-нибудь сюда. Давай. Давай сейчас. Нет, там у меня мерная доска есть. А, ну смотри. Вот. Тут будет компостная яма. А сюда что уложить? У нас всего полно. Вон еще у меня кучка целая. И эти то, что в этот раз скосили. Вот. Будем укладывать. Ну ладно. Пойду я к своим вареньям. Там уже третий раз у меня закипело. Как раз. Пятиминутка будет. Трехразовая пятиминутка. Уже и в пруду тоже полно дел. Немфеи надо будет пересадить в другую посуду. Все это мыть, убирать иначе. В октябре отключат воду. Да и похолодают уже. Лазить. Возиться будет холодно и неудобно. Так что вот дела у нас не убавляются. Хочется дачу оставить под зиму в порядке. А как взглянешь, такая красота. Жалко. Жалко, что сезон заканчивается. А это гортензия вьющаяся. Все еще цветет. Все еще находятся цветочки нерасцветшие. А здесь вот такое богатство. Представьте, все лето цветет. Пусть не так бойно, как в начале сезона, как летом. Но ведь красиво. Красота. Страшная сила. Ладно. Пойду разливать по банкам. Здесь у меня банки по коверце на слово. Закутала я в несколько слоев теплой одежды. Получилось 6 банок бузины черной. И 4 банки торнослива варенья. Вот. Завтра посмотрим. Откроем и посмотрим завтра. А сейчас устала. Пойду отдыхать. Сереже помогу. Перемена занятий. Это тоже отдых. Уже тут доску отпилил. И приспосабливал. Пойдем посмотрим. Как добросовестно делает. Даже отверстие между досками. Красота получается. Красота страшная сила. Да? Ну вот. Как хорошо получается. Я даже не ожидала, что так аккуратненько будет. А как сейчас? Тяп-ляп? Не, ну не тяп-ляп. Ну смотри, как аккуратно. Вообще хорошо. Подержи, пожалуйста. Давай. Я хотела спросить. Моя помощь нужна. Вот так? Угу. Давай. Ну, посмотрим. Наверное, уже баночки остыли. Со вчерашнего дня. Вот видите, как капусту закутала во много-много слоев. Ой, горячие еще. Ну вот. Все остыло. И готова к эвакуации. В кладовку, а затем в Москву на зимнее поедание. Запасы на зиму. Потом еще что-нибудь сварю. А дождь? Вот такой дождь у нас. Сегодня 17 сентября 2020 года. Всего доброго, друзья. Будьте здоровы и счастливы. У кого нет дождя, пусть у вас прольется дождь, если вам он нужен. У кого дождя уже лишнего, и он надоел, мешает работать, пусть прекращается. А у нас пусть идет до новых встреч в моем саду. Субтитры сделал DimaTorzok